привет с пятницей на улице погода шикарная я надеюсь что вы у вас грандиозные планы на выходные а пока давайте сегодня пройдемся по статистике на рынке и сравним что происходит у нас за сентябрь месяц сравним с августом и сравним с сентябрем прошлого года чтобы вы просто понимали вообще что происходит на рынке и делали свои собственные выводы они смотрели на страшные страшные новости из всех возможных источников меня зовут нара я real estate agent агент риэлтор работаю здесь уже 16 лет и активно работаю над тем чтобы получить лицензию в мэрилэнде так что мэрилэнд я к вам иду давайте смотреть я просто смотрела на статистику на данные с рынка вообще сравнивала с тем вообще что я вижу на своей собственной работе и это все настолько интересно что хочется с вами поделиться вот поэтому и это видео мы сегодня видим я бы хотела начать с общей картины не не детально пока следующая вторая часть этого видео будет в деталях а вот общая картинка посмотрите вот если вы посмотрите на фарфакс каунте здесь идет сравнение с вторым кварталом прошлого года второй квартал двадцатого года со вторым кварталом прошлого года я буду смотреть несколько каунтис вокруг ли вы близлежащие это fairfax это лаун принц уильям мангамрии и даже вашингтон дисси и я хочу вам показать общий такой тренд который идет по всему нашему три стоит эрида где вот мэрилинд вирджиния дисси именно вокруг вашингтона и давайте начнем с фарфакс каунти обратите внимание на данные о том что значит на что мы смотрим смотрите на среднюю цену средние цены по местности до количество домов выставленных на продажу по сравнению с прошлым годом количество закрытых сделок их изменения и что происходит с количеством домов помните в прошлом видео я вам говорила man's supply это когда мы говорим о том сколько займет времени сколько месяцев займет распродать дома которые сейчас в данный момент стоят на рынке с данным со скоростью продаж которые мы наблюдаем сейчас я вам говорила что здоровый рынок это 6 месяцев до нездоровый рынок это либо рынок в сторону покупателей рыба либо рынок располагающий в сторону продавцов вот сейчас чем меньше этих месяцев тем сильнее этот рынок тем лучше этот рынок для продавцов чем больше шести месяцев, то мы видим, что покупатели имеют большую силу при покупке домов, потому что в таком случае домов мало, вернее домов очень много, покупателей мало, и покупатели могут диктовать свои условия. В данный момент мы видим, что по крайней мере в Fairfax County количество месяцев, чтобы продать все дома, которые сейчас на рынке, всего 1,2. Если сравнить с 6 месяцами, это вам покажет, насколько рынок предрасположен к продавцам, и продавцы реально могут диктовать свои условия. И отсюда исходит ситуация с аукционами. Аукционы я имею в виду ситуации, когда на один дом могут прийти 5-10 покупателей, которые подают предложения. Иногда эти предложения приходят без даже их, они иногда даже не видят дома, настолько сейчас рынок ненормальный. И это диктует, смотрите, положение с количеством домов. Видите, насколько упало количество домов с предыдущим годом? И к росту цен. Смотрите, по сравнению со вторым кварталом предыдущего года цены в Fairfax County выросли почти на 5%. А теперь давайте посмотрим на историческую кривую всех цен, начиная с 2010 года. Да, она идет зигзагообразно, но вы видите, что в среднем, если вы проведете линию, эта линия идет наверх. И пока процентная ставка та, которая сейчас есть, маленькая, я не думаю, что эта линия пойдет куда-то вниз в ближайшее будущее. Вот, давайте посмотрим принц Уильям Каунти. Это, вы знаете, да? Удбридж, Монасос, Гейнсвелл и так далее. Большой Каунти. Теперь посмотрите, насколько количество, цена, насколько здесь даже еще больше рост идет по сравнению с прошлым годом, и насколько упало количество домов, выставленных на продажу. И давайте глянем на, опять мы видим ту же ситуацию, та же линия, то же самое идет вверх. Вот я вам немножко оставлю здесь картинку. В любой момент вы можете остановить это видео, посмотреть на цифры сами, чтобы вам интересно было вообще. Это все идет из МЛС. Это вот реальные, это реальная статистика. Это то, что я сама эти все, как бы, значения посмотрела. Это все, как бы, реальные факты. Лаудон Каунти. 6% рост за год по сравнению с просто со вторым кварталом прошлого года. И насколько упало количество домов, выставляемых на продажу. И опять мы видим ту же, она не настолько зигзагообразная, но она стабильно, цены стабильно идут наверх. Fairfax City. Fairfax City там не такой большой комьюнити, как, скажем, Fairfax County. Поэтому вы видите число домов гораздо в разы меньше, чем мы говорим про Каунти. Но вы все равно посмотрите, насколько упало количество домов по сравнению с прошлым годом, выставленных на продажу. И рост, хотя рост цены сам не значительный, если честно, с прошлым годом. Fairfax County. Смотрите, I am in middle of Fairfax City. Все равно, если вы посмотрите напрямую, она все равно идет наверх. Да, она зигзагообразная, но она все равно идет наверх. Montgomery County. Цена увеличилась, средняя цена примерно на 3%. Это цены именно продаж. Не тех выставляемых домов, а именно продаж. И посмотрите, насколько уменьшилось количество выставляемых домов. Месяцы, чтобы продать, 1,4%. Вы опять увидите, что это все подтверждает наши выводы о том, что сейчас рынок, ну просто очень дико предрасположен именно к продавцам. Washington DC. 6,1% выросли цены по сравнению с прошлым годом. И опять посмотрите на цены, рост цен. Это все с 2010 года идет кривая. Alexandria City. 4,3% увеличились цены, уменьшилось ненамного, но уменьшилось количество домов на продажу. И опять-таки мы видим рост цен. Да? Ну, Arlington. Arlington у нас, наверное, один из таких наименьших. Fairfax City. Arlington – это где цены выросли ненамного, но выросли. И опять-таки рост. Это все вот по поводу таких общих данных. Теперь давайте пройдемся по каунти. Именно по цифрам. Вот знаете, вот это вот ниди-гриди, да? Смотрите, значит, на что мы здесь смотрим? Я смотрю вот Fairfax County, и я просто сделала выборку цифр. Это реальные цифры из MLS. Это я сама их выбирала, сама собирала, сама смотрела. Поэтому гляньте. Значит, первая по таблице сравниваем 20 август с сентябрем месяцем. И вторая сравниваем год, 20 с 19. На что обращать внимание? В прошлом видео я делала ту же самую выборку, и я вам говорила, что когда закончится сентябрь, в октябре мы посмотрим реально за полный месяц сентябрь, полный месяц август. И чуть-чуть, вот вы знаете, я посмотрела на данные до того, как записывать это видео, и я обратила внимание на то, что во всех каунтис вот этот вот показатель, сколько месяцев займет, чтобы распродать дома, начинает немножко-немножко идти наверх. То есть мы видим, что это значит. Это значит, что дома стоят на рынке чуть-чуть дольше, чем они стояли раньше. Вот смотрите, вот здесь вы видите, что количество дней на рынке, по сравнению даже просто даже с августом, если вы сравните, оно чуть-чуть начинает идти наверх, и это наблюдается во всех каунтис, которые я в принципе смотрела. И на что здесь обратить внимание, это на Average List Price, это вам говорит о том, за какую цену выставляются дома на рынок. И если вы посмотрите это значение Fairfax County с прошлым годом, вы посмотрите, насколько увеличились цены. Ну это, наверное, еще связано с типом домов, которые выставляются на рынок. Действительно, цены выросли очень-очень значительно, и вы это заметите везде, кроме тех мест, где преобладают квартирные дома, кондо. Если вы посмотрите, например, Арлингтон Каунти, там же в основном что? Там в основном высотки, где в основном тип продаж это кондо, домов там не так много, таунхаузов там не так много, в основном это вот эти вот многоэтажные дома, где люди, откуда люди бегут сейчас и бегут на... Это вот наблюдается такой у нас сейчас тренд, что люди стараются не покупать в городах, а уходят из городов. И это видно везде, не только у нас в DC местности. Они не хотят жить в тех домах, где есть большая вероятность заражения вирусом, и уходят оттуда. Соответственно, цены... Я это вижу на ценах на аренду тоже в этих высотных домах, apartment buildings, где цены там падают потихоньку-потихоньку. И можно там купить эти кондо за уже меньше, чем можно было их купить, скажем, в прошлом году. И вот посмотрите реальное подтверждение моим словам. В 2019 году средняя цена выставляемых домов, которые включают в себя вот именно вот эти кондо, в Арлингтон-каунте была 861... почти 862 тысячи. А сейчас, в октябре 2020, эта средняя цена выставляемых домов упала до ниже 800. Median List Price, то же самое, 711-619. То есть это вам говорит о том, что именно тип тех квартир, которые продаются в Арлингтон-каунте, вот они уходят в цене немножко вниз. А вот дома, где не нужно же делить местность, где не нужно делить площади с кем бы то ни было, в цене растут очень-очень значительно. Александрия Сити. Здесь мы уже видим рост. Вот, да, видите, 649 в прошлом году, 750 в этом году. И опять-таки, посмотрите, мы видим увеличение значения месяца, извините, дней на рынке. Это вот дни на рынке. И значение месяц, количество месяцев, необходимых для продажи домов, в 2019 году было меньше одного месяца, сейчас в Александрии Сити полтора месяца. То есть мы немножко видим количество дней, количество времени, которое необходимо для того, чтобы продать эти дома, растет потихоньку, но идет наверх. И это прослеживается везде. Фолст Черч, то же самое. Видите, 0,9 в прошлом году и 1,6 в этом году. Тем не менее, посмотрите разницу в цене. Для Фолст Черч это не так много, но достаточно. Дальше. Лаудон Каунти. Здесь Лаудон Каунти вообще такой один из самых, наверное, желаемых мест, где люди хотят покупать. Соответственно, дома, как было один месяц, инвентарь аккумуляйшн, так он и остался. Но все-таки интересная разница ценовая. Просто вот 584, 822 очень интересна. Разница очень большая. И дальше у нас идет Мангамори Каунти. То же самое. Смотрите, мы видим тот же рост цен. То же количество месяцев, оно даже меньше стало. То есть Мангамори Каунти тоже очень такой каунти желаемый. Принц Уильям. Принц Уильям. Цены ненамного выросли, но количество домов, которые выставлены на продажу, по-моему, немножко даже уменьшились. Здесь это связано, мне кажется, с тем, что в Принц Уильям дома более, если вы увидите, они более affordable, по цене, они более приемлемые по цене. Поэтому и сейчас очень много людей, которые готовы работать из дома, им уже не нужно быть так близко расположенными к их месту работы. Они могут уже жить подальше, и трафик их уже не очень напрягает. Поэтому мы видим большой наплыв людей именно в сторону Принц Уильям Каунти. Ставфорд Каунти, Фредериксбург Каунти, туда, дальше, на Ю, где раньше мы не могли особо ничего продать, потому что очень было далеко от города, от мест работы. Сейчас уже идет такой наплыв, что людям не нужно быть близко к городу. Эти все таблицы я могу вам прислать, кому интересно. И если вам интересно сделать такую же выборку, но именно на ваш зип-код, или именно на ваш neighborhood, маякните, дайте мне знать, я вам с удовольствием сделаю эту выборку и пришлю, чтобы вы посмотрели, что конкретно происходит у вас. Потому что Каунти все-таки большие, там очень много всяких разных городов и разных зип-кодов, поэтому информация, она очень такая обширная. Именно для вас я могу сделать именно выборку поближе к вам. Ну, на этом все. Я все-таки вам скажу, что вот эта статистика, она подтверждает то, что я вижу как бы in the field, с людьми, с которыми я работаю, я это вижу. Дома на рынке стоят чуть-чуть дольше, да, нужно немножко побольше поработать, чтобы продать сейчас дома. Но, тем не менее, количество покупателей ненамного ушло вниз. Сейчас все равно люди хотят покупать, ищут дома, потому что, опять-таки, я это все-таки объясняю процентной ставкой. Мне кажется, все-таки процентная ставка имеет к этому очень большое значение. Ну, и на этом все. В следующий раз надеюсь, что я могу сделать такую же выборку уже в конце октября. Ну, а в следующий раз, следующее мое видео я бы, наверное, хотела записать между тем временем, когда я сделаю такую же выборку. И оно будет, наверное, о том, что, почему продавцы, вернее, продавцы меня спрашивают, когда, вот я хочу продать свой дом, да, но я не хочу в нем ничего ремонтировать, я вот, я не хочу париться, потому что, вот ты говоришь, рынок такой хороший для продавцов, зачем тогда мне париться, когда я могу просто выставить его на рынок, и он у меня улетит. Зачем, в чем риск? Почему я должен делать ремонт, как ты говоришь, приготовить дом к рынку, к выставлению на рынок, и почему ты говоришь, что я сделаю ошибку, если я выставлю дом в том виде, в котором он сейчас есть. И вот в этом, в следующем моем видео я вам поделюсь с вами моим мнением, почему все-таки, как бы там ни было, вам дом нужно приготовить, а не выставлять его в том виде, в котором он есть, и чем это грозит, что на самом деле вы можете в реалии получить, если вы сделаете так, как хотите сделать вы, без особых напрягов. Вот, поэтому ждите следующее видео, но, а если у вас есть вопросы, по этому видео, пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Всего хорошего, отличных вам выходных, а до следующих встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!